Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по Евангелию от Марка. Сегодня мы читаем 9 главу. И сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И здесь важно понимать, что такое Царствие Божие. Потому что иногда люди говорят, ну вот смотрите, тут в Евангелии какое-то противоречие, тут Иисус говорит что-то явно несоответствующее действительности, потому что вот не только умерло поколение современников Иисуса, но прошло уже 2000 лет почти, и Царство Божие, оно не явилось в силе, в том плане, что мы продолжаем жить в мире, где люди умирают, где существует грех. На самом деле Царство Божие пришло в силе. Надо понимать только, что это такое. Царство Божие в Библии можно было бы передать как царство в НИЕ. Потому что, да, мы себе представляем Царство как какую-то территорию, на которой правит определенный Царь. Но Царство Божие в Библии – это реальность Царствования Божия, Его владычества. Это такая реальность, в которой правит Царь. И этим Царем является Бог. И в лице Иисуса Христа Царство Божие уже пришло. Оно присутствует. Царь уже пришел на эту землю. Царь уже установил свое Царство. И это Царство уже существует в жизни Церкви, и особенно в жизни ее святых. Когда мы смотрим в других местах Евангелия, когда Господь приводит притчи о Царстве, Он описывает Царство как такую постепенно раскрывающуюся реальность, как посева, которые растут на поле, как дерево, которое растет из горчичного зерна. И там, где люди верят во Христа, там, где они принимают Его своим Царем, там, где они стремятся угождать Ему, жить по Его законам, там уже существует и там уже присутствует Царство Божие. Царство Божие – это реальность, в которую мы входим или отказываемся войти уже сейчас. Но, в конце концов, это Царство явится явным образом. Мы не знаем, когда. Оно уже присутствует. Но люди могут отказываться в Него входить, и люди могут отказаться Его признавать. Христос говорит, Царство Божие внутри вас есть, или другой возможный перевод – среди вас есть. Царство Божие уже присутствует среди верующих во Христа, но оно явным образом, так что его уже невозможно будет отрицать, появится в конце веков. Поэтому, когда Иисус говорит, здесь некоторые из вас, некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе, речь идет о том, что люди увидят в Иисусе Христе Царя, который устанавливает свое царство, а не присоединятся к этому царству. И дальше мы видим, как Христос являет эту свою царственность. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Анна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем. И беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глаз глаголющий. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса». И происходит событие, которое мы празднуем, как преображение Господня. И в песнопениях, посвященных этому празднику, упоминается, что Господь явил ученикам славу свою, Яко же Мажаху, то есть насколько они могли воспринять, чтобы, увидев его распинаемым, страдания уразумели вольное, то есть поняли, что Христос предает себя на смерть добровольно, что это не что-то сорвалось, Христос не является жертвой обстоятельств или злоба других людей, Он добровольно предает себя на смерть. И люди видят Иисуса преобразившимся, они видят Его славу. «И явился Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Илья символизирует пророков, а Моисей – закон. Законы пророки указывают на Иисуса. Но у этой картины есть, конечно, не только символическое значение. Мы видим, что Илья и Моисей – это еще конкретные исторические личности. И мы видим здесь некий проблеск того, как выглядит Царство Божие, пришедшее в силе. Моисей и Илья живы. Илья был живым восхищен на небо, а Моисей умер. Но они оба живы. Они находятся где-то в каком-то определенном исмирении реальности. И мы видим, что они явились и беседовали с Иисусом. Здесь мы видим, как человек, который умер, как Моисей, до всеобщего воскресения он где-то находится, он где-то пребывает. И мы видим здесь опровержение двух ошибочных представлений о посмертии. Есть популярное распространенное представление достаточно о реинкарнации, которая позаимствована из восточных религий, но очень сильно отредактирована, чтобы устраивать европейского потребителя. И согласно этому учению, человек переселяется из тела в тело, чтобы достичь духовного просветления. Но мы видим здесь, что ни Илья, ни Моисей, они никуда не переселились. Они существуют именно в качестве Ильи и Моисея. Где-то в другом плане реальности. И другое заблуждение, которое есть у некоторых религиозных общин, так называемое сон души иногда называют, то, что человека в промежутке между его физической смертью и воскресением его просто не существует. Человек умер, и он умер, и его нет. Но в момент воскресения Бог его восстановит. Бог его воскресит. И люди, которые так считают, они отрицают почитание святых, они отрицают почитание Матери Божией, потому что они говорят, ну, все эти богочестивые люди прошлого, их нет, они мертвы, к ним невозможно обращаться. Потому что они будут восстановлены Богом только в момент воскресения. Но мы видим, что с Ильей и Моисеем это явно не так. Они живы, они беседуют с Господом Иисусом, и они где-то продолжают свою жизнь, где-то они продолжают свое существование. Подобно этому и другие святые, да, это двое великих ветхозаветных святых, но и другие святые, ветхо- и новозаветные, они где-то пребывают. Мы их не видим напрямую, конечно, но они где-то пребывают, они где-то живы. При сём Пётр сказал Иисусу, Равви, то есть учитель, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. А кущи, ну, это, собственно, шалаши. Дело в том, что когда народ празднует события, связанные с исходом из Египта, и это до сих пор празднуется в Израиле, это можно видеть иногда на фотографиях, в документальных фильмах, что люди, вспоминая выход из Египта, они строят шалаши, и в них живут какое-то время, чтобы вспомнить, как они ушли из Египта, там, жили в шалашах. И вот Пётр говорит, сделаем три кущи, то есть три шалаша, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. То есть они были охвачены богоговейным трепетом. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел глаз глаголющий, сей ест сын мой возлюбленный, его слушайте». Облако — это очень распространенный, очень хорошо известный библейский символ богоявления. Облако — это знак Божьего присутствия. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не вел никому рассказывать о том, что видели, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что это значит — воскреснуть из мертвых. Мы знаем, что еще недавно Иисус им сказал, что он будет убит. И кажется, почему апостолы такие непонятливые, вроде же им ясно сказано, что Иисус будет убит, и он воскреснет, но они спрашивали друг друга, что это значит — воскреснуть из мертвых, потому что они не могли вместить, как и мы часто не можем вместить, что Иисус действительно будет убит. что он действительно будет распят. Они думали, что, возможно, это надо понимать иносказательно, что, возможно, наступит момент какой-то тяжелой опасности, какое-то очень узкое место, которое они вот еле-еле проскочат, но проскочат, а потом они метафорически так вернутся к жизни. Но на самом деле, конечно, речь идет о том, что Иисус будет буквально убит, буквально распят, буквально воскреснет из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде. Речь идет о ветхозаветном пророчестве. «Вот я посылаю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и славного, и он обратит сердца отцов к детям и детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием». То есть, говорится о том, что должен прийти Илья. Он сказал вам в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все, и сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену, но говорю вам, что Илья пришел и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». На самом деле, речь идет, конечно, об Иоанне Крестителе, который выполняет функцию Ильи. Нас не должно вообще пугать, потому что в Священном Писании это достаточно обычная манера выражаться. Например, когда Господь входит в Иерусалим, и люди его приветствуют и говорят «Богословенно грядущая вышник царства отца нашего Давида», они понимают, что перед ними не Давид, перед ними его потомок, но в лице этого потомка приходит царство отца нашего Давида. Точно так же в лице Иоанна Крестителя приходит Илья. Придя к ученикам, увидел много народу около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. Один из народа сказал в ответ «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, он испускает пену, искрежащит зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал «С детства». И многократно дух бросал его в огонь и воды, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнулся слезами. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал он, «Сей рот не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вот Господь спускается с горы Преображения, и он видит учеников, которые пытаются и не могут изгнать беса из этого бесноватого юноши. И с детства этот юноша одержим, и Господь говорит, «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Очевидно, речь идет о том, что это беснование, следствие какого-то греха, какой-то неверности. Люди навлекли на себя эту беду своими грехами, но Господь не отвергает их из-за этого, но говорит, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим». Божье действие в нашей жизни, Божье спасение, оно происходит, когда мы веруем. И отец этого отрока, он говорит, «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть, не чувствуя, что он колеблется, у него нет, его надежда, она подорвана, неудача учеников, но все равно говорит, «Я верую, помоги моему неверию». Иисус запрещает духу нечистому, и мы видим, как дух выходит. Мы опять видим обращение Господа с этими бесами, мы видим, что между ними не происходит какой-то силовой борьбы. Вот это сюжет, который очень любят киношники, которые показывают, как происходит какая-то силовая борьба, там куча спецэффектов, уж этих бесов гоняют, гоняют, но как-то их все не выгонят, но в итоге выгоняют после тяжелых и продолжительных боев, как говорилось в военных сводках, измотав противника в предыдущих боях. И мы видим, что с Иисусом ничего подобного не происходит. Он просто его выгоняет, и все. Он просто ему запретил и бес вынужден бежать. И как вошел Иисус в дом ученики и воспрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? Сказал им, в сирот не может выйти иначе, как молитвы и поста. То есть молитва предполагает обращение к Божьей силе. Молитва предполагает упование на Бога. То, что человек действует не своей силой, а действует, уповая на Бога. Бывает так, что человек рассчитывает на свою силу. Бывает так, что человек, который пытается бороться с бесами, он думает о себе, что он сильный экзорцист, и он вот сейчас нам бесов погонит. И у него ничего не получается, потому что он делает это в надменности и гордыне, и надеясь на себя. А это возможно делать только в послушании Богу, в молитве и в послушании церкви. есть история, которую я слышал, из-за достоверности которой я не поручусь, но вот слышал, что при попытке изгнать беса, бес упрекнул священника, который пытался его изгонять в непослушании епископу, и поэтому экзорцизм был неудачен, что если вы не слушаетесь епископов, то как вы можете повелевать бесам. И вот молитва это знак упования на Бога, и это знак послушания Богу. И поста, поскольку пост предполагает особую сосредоточенность на молитве, то есть человек, который берет пост на себя, который пост усердно соблюдает, он тем самым входит в состояние особенно сосредоточенной молитвы, когда он не желает, чтобы его что-либо отвлекало, и он стоит на молитве именно в состоянии максимального сосредоточения, и через это он побеждает этих бесов. Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. И мы видим здесь, что Иисус настойчиво предсказывает свою смерть и свое страдание. Люди ждут от него, что сейчас он наконец воцарится, что да, приближается развязка, но развязка это будет радостной для них, утешительной в том плане, что Иисус станет земным царем, сокрушит своих врагов, установит видимым образом свое царство, но Господь говорит о другом, он будет убит и воскреснет. Пришел в Капернаум и, когда был в доме, спросил их, о чем вы дорогою рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше? И, сев, призвав двенадцать и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою? И, взяв дитя, поставил его посреди них, обняв, его сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. Кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня. Люди рассуждали, апостолы рассуждали дорогой между собой, кто больше, кто старше. Это постоянная тема разговоров между людьми, выяснение иерархии. Кто старший менеджер, кто менеджер, кто начальник отдела, кто разнорабочий. А люди всегда, это вот так было в человеческой истории, боролись за более высокое место. В любом человеческом сообществе складывается иерархия, каждый человек пытается вскарабкаться повыше и командовать оттуда другими. И это было и среди апостолов, и Господь спрашивает, о чем вы рассуждаете между собой, и они чувствовали, что что-то не то, а они молчали. Что-то они нехорошие, о чем-то нехорошем разговаривали, потому что они молчали между собой. И Господь им говорит, кто хочет быть первым, быть из всех последним и всем слугой. Царство Божие, оно устроено наоборот. Вот в земных царствах люди стремятся к доминированию, люди стремятся поставить себя выше других. Царство Божие устроено ровно наоборот, в этом царстве выше те, кто служат, те, кто ищет возможности послужить другим людям. И Господь берет в пример дитя. А дитя не превозносится, у него нет возможности. Дитя не ставит себя выше, дитя понимает, что взрослый над ним и иначе и быть не может. И он говорит, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. Кто меня примет, не меня принимает, но пославшего меня. То есть тот, кто принимает дитя, тот принимает самого Бога. Бог в каком-то важном отношении отождествляет себя с ребенком. При всем Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что они ходят за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас, и кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Иоанн увидел кого-то человека, который именем Христовым бесов гоняет, но в то же время не принадлежит к вот этой группе последователей Христа, он не принадлежит к апостолу. Иоанн защищается. Потому что кто не против вас, тот за вас. Тот, кто не выступает против церкви, тот может тоже таинственным образом участвовать в Божьем замысле, в Божьем плане. Кто напоит вас чашей холодной воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю, он не потеряет награды своей. Мы должны с благодарностью видеть нечто доброе и богочестивое в других людях, и помнить, что Бог помнит даже такое незначительное добро, незначительную услугу, как чашу холодной воды. А кто соблазнит одного из малых всех, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жернованный камень на шею и бросили его в море. Насколько нам известно из свидетельств историков, царь Ирод казнил так кого-то из своих врагов, повесив на шею жернованный камень, бросил с обрыва в море. И Иисус указывает на этот всем известный пугающий пример, и он говорит, что лучше бы подвернуться такой казни, даже лучше вот такое потерпеть, чем соблазнить одного из малых сих, верующих в меня. То есть соблазнить значит послужить для кого-то причиной к греху, послужить для кого-то причиной к неверию. И здесь Господь указывает на необходимость огромной осторожности. Мы так или иначе влияем на других людей, это влияние может быть благотворным или вредным, и мы можем быть причиной соблазна для кого-то. И это очень страшно и очень опасно, и этого тщательно надо избегать. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечен войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержен в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. И во всякий огнем осолится и всякая жертва солью осолится. Соль добрая вещь, но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собою. Эти грозные предостережения относятся к необходимости избегать греха и решительно порывать с грехом, даже если это требует такой же отчаянной меры, как отечь себе руку или ногу. Конечно же, это иносказание. Конечно же, тут речь не идет о том, чтобы физически себе причинять какие-то повреждения, но речь может идти о том, что с грехом бывает расстаться так же больно, так же тяжело, так же неприятно, как отсечь себе руку или ногу. Я помню, мне один богочестивый человек рассказывал, как они общались, посетили, как-то были в гостях у одной женщины, которая была воровка, она там занимала какое-то положение, которое позволяло ей расхищать государственные средства, и она очень хорошо жива, у нее формально была не очень высокая зарплата, но было видно, что у нее богатый дом. Это было давно достаточно, и было видно, что она привыкла вести образ жизни, который она себе позволяет за счет вот этого неправедного прибытка. И этот человек ей рассказал о Господе, этот человек рассказал ей о православной вере, о том, что можно покаяться, обратиться к Богу, и у нее такой возник вопрос, который она не высказала, но который очевидно в ее глазах читался. Это что же, мне придется теперь жить на одну зарплату? Ну, да, конечно, человеку придется отказаться от того образа жизни, который он себе позволял за счет своего скверноприбыточества. Или человек привержен каким-то плотским грехом. Или у человека есть еще какие-то препятствия, которые его не допускают в царство Божие. Ну, вот есть люди, которые, например, очень привержены к каким-то оккультным делам, их это глубоко интересует, они считают, что они приобрели какие-то знания, что у них открылись какие-то оккультные способности, что они могут участвовать в этих битвах экстрасенсов, что они что-то они могут такое удивительное, что их поднимают над другими людьми, и, конечно же, чтобы стать православными христианами, они должны с этим всем порвать решительно. И это может быть очень больно, это может быть очень неприятно. Вот человек привык жить богато, ему предстоит жить на одну зарплату. Человек привык, в его жизни был вот этот оккультизм, который давал ему чувство значимости, чувство достижений, чувство могущества, и надо с этим порвать. Человек привык к каким-то плоским грехам, ему нужно будет от них отказаться. И это же больно, это же неприятно. И человек может думать, что может быть как-нибудь получится. И Христос говорит, нет, тебе гиена грозит, ты должен спасаться, и лучше тебе войти в жизнь в жизнь хромом, нежели с двумя ногами быть вержен в гиену. Поэтому с грехом нужно порывать решительно, немедленно, и да, это может быть больно и неприятно, но это не так больно и неприятно, как попасть в гиену. Гиена это в буквальном смысле это долина Гехенном, это под преступниками человеческие жертвоприношения, проклятое место, куда, где была потом устроена городская свалка. И вот там гнил мусор, там кишели черви, там горел огонь, это было отвратительное, гнусное, нечистое место, и Господь использует этот образ для того, чтобы показать, что такое ад. И он говорит о соли, имейте в себе соль и мир имейте между собою, поскольку одним из источников соблазна, одним из источников греха являются конфликты между христианами, когда христиане остро конфликтуют между собою, и мирские люди смотрят на это и показывают пальцем, и говорят, что вот те люди не имеют мира между собой, чему они будут нас учить. И вот чтобы не быть источником соблазна, нужно этого тщательно избегать. Мы с вами прочитали девятую главу Евангелия от Марка, и мы читаем писание в рамках библейского портала экзегет ру.